Минувшей ночью на проспекте 60-летия Октября в районе остановки Юбилейная неизвестный водитель, протаранив два автомобиля, скрылся с места аварии. Известными участниками этой истории стали водители Тойоты Короллы и Тойоты Гайя. Последней управляла молодая хабаровчанка, которая ехала домой вместе со своим ребенком. Ее минивену досталось больше всего. К счастью, ни малыш, ни его мама не пострадали. До своего дома автолюбительница не доехала буквально 200 метров. По словам девушки, она следовала по крайней левой полосе. Будущий нарушитель ехал по этому же ряду далеко позади. Третий участник событий, водитель Тойоты Короллы, занимал соседний второй ряд, но гораздо ближе к минивену. Седан попал под удар первым. Водитель черного кроссовера словно пытался растолкать мешающие его проезду попутные иномарки. Неправильно выбрав боковой интервал, он сперва по касательности задел Короллу, а далее в заднюю часть протаранил Тойоту Гайю. Стремительно приближавшуюся позади машину автолюбительница видела. Чтобы избежать столкновения, девушка решила немного ускориться, но не успела. Посмотрю, он меня прям поджимает конкретно. Ну, не успела ускориться до конца. Бабах, просто затылком ударилась. Ребенок сзади сидит, орет. Испугались. Леско тормозить тоже не стало страшно. Вдруг еще раз он меня сейчас. Несмотря на то, что удар для кроссовера оказался достаточно разрушительным, разбитой была практически вся передняя часть, водитель, развернувшись и против общего автомобильного потока, помчался в обратную сторону. Найти нарушителя труда не составит. Участники аварии запомнили достаточно опознавательных примет. Виновник, предположительно, передвигался на черном Лексусе. Полицейским частично сообщили и регистрационный номер машины, первую букву и цифры. В переулке Краснореченском 25-летний водитель автомобиля «Жигули» стал виновником аварии из-за того, что его машина заглохла в самый неподходящий момент. Мужчина выезжал со двора дома. Его оппонент, водитель «Тойоты Прогресс», следовал по переулку Краснореченскому со стороны одноименной улицы в сторону Павла Морозова. Выезжающую со второстепенной дороги машину 27-летний шофер «Тойоты» видел. Никаких сомнительных мыслей у хабаровчанина не закралось. У водителя отечественного автомобиля вполне хватало времени, чтобы безаварийно совершить маневр. Однако машина, выпущенная 36 лет назад, своего владельца подвела. Двигатель заглох прямо посреди проезжей части. Водитель «Тойоты Прогресс» стал смещаться правее в надежде объехать препятствия по обочине, но все же задел «Жигули», оцарапав своей машине левый бок. После этого иномарка уперлась в опору уличного освещения. Оба водителя в момент столкновения были трезвы. Пострадавших нет.